привет моим девочкам гостям моего канала в данный момент мы находимся в спальне но буквально через пару минут переместимся на кухню на кухню которая пока нет но когда-то она появится и сегодня мы будем говорить о кухнях не моей то есть не только моей а вообще о кухнях и с кем говорить с дизайнером валентиной поэтому сейчас я ее жду она уже подъезжает и оставайтесь со мной будет интересно познакомить вас с валентиной это дизайнер и сейчас мы поговорим чуть-чуть о моей кухне а потом перейдем вообще кухня и мы в принципе уже начали гордик и стоп 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 камеру надо включить для того чтобы вы тоже послушали вдруг у вас что-то похожее сейчас я покажу что будет вот здесь как правильно сказать это если она у меня зашитая профессионально звучит у меня будут строить на самом деле здесь будет холодильник кстати у меня девочки спросили по поводу не маленький холодильник 60 сантиметров для твоей семьи нормально если семья уже сколько там от четырех человек и более если ты много-мого-мого-мого и тебе там когда тебе не хватит вообще до струны холодильники они довольно небольшие я так подумала что если вдруг будет не хватать на всякий случай в гараже если выразительная камера рядом можно поставить холодильник и вообще закрыть это потом здесь будет тут система хранения а здесь я хочу сделать такую как зону открываешь а там мультиварка чайник в общем все такое специально же вывела розетки здесь хочу кофеварку встроен я не хотела я думала сделайте микроволновку и духовку сейчас есть и то и два в одном думаю розетка есть у кого-то увидела кстати в stories у какой-то девочки блогера и так это мне понравилось не надо никуда ездить не в кофейне да и вот в принципе из такого основного все и мечта моя это остров да и вот можно поговорить по поводу острова потому что как раз именно хранением беда я не знаю где какой ящик должен быть я только знаю что тут у меня будет мойка здесь я буду готовить и мне кстати девочка спросила ведь вообще кухня должна быть типа треугольником в контейнер так как у меня это неудобно как ты возьмешь кастрюлю и поставишь холодильник и я сразу проекте беру кастрюлю открываем все дела где у тебя как раз у тебя как раз здесь треугольник соблюден это называется рабочий треугольник что такое рабочий треугольник это размещение холодильника плиты и мойки вот да это треугольник идеале сторона этого треугольника должна составлять где-то метр двадцать да то есть у тебя все должно быть доступности допускается максимум до двух метров получается у тебя ты достала продукты из холодильника на мойку ты их обработала приготовила приготовила и убрала в холодильник у тебя все здорово получилось так что молодец вот по поводу функционала мы поговорим чуть дальше я просто хотела вот у меня остров получается два метра на полтора вот у меня тут спрятана коммуникация край получается и дальше у меня должны быть уже история барные быстрого краткого завтрака быстро перекуса ну в принципе у тебя здесь тоже у тебя места хватит не разгуляешься но минимум тебя выдержал потому что от края острова от края стола и до стенки сколько проход должен быть около 90 сантиметров но учитывая то что тебя то зона еще не проход на у тебя здесь стоит колонна единственное наверное что это как у меня так что на летать ну как это к гостиной идти через кухню ну как бы нормально то есть метр двадцать вот как прихожая метр двадцать метр двадцать метр так для транзитной зоны не самое лучшее место потому что кто-то готовит кому-то надо пройти да но учитывая опять таки ваш образ жизни до твоей семьи я не готовлю сильно много ты не готовишь у тебя не бегает там после детей при мужа тебя никто не дергает поэтому я думаю что особого неудовства вам это не составит вообще конечно лучше планировать так чтобы меньше шанс так что мужа не завожу детей больше не рожать а теперь поговорим по поводу функционала потому что для каждой хозяйки это очень важно вот я например я теряюсь это ну кухня начнем с того что это один из сама одна из самых дорогостоящих статей затрат да и все прочее поэтому мы должны как говорится до 7 раз отмерь и уже один раз сделать кухню нормально чтобы потом не хотели снимили с лизинцами не подносили к этим шкафчиком какой-то неестественной позе и не думали как нам справиться вот эти косяки до которые мы не продумали всего 5 функциональных зон первое это зона хранения наших продуктовых запасов вторая это зона хранения предметов последневного пользования третье это зона мойки четвертая зона предварительной обработки продукта и 5 это непосредственно уже зона приготовления пищи знают что прежде всего это у нас холодильник и также мы размещаем группы консервацию до в различных выдвижных шкафах в пеналах навесных шкафах кому где это удобно как тебе удобно да вот в загородных домах при проектировании и еще в квартирах премиального сегмента не позволяет нам площадь очень здорово продумать кладовую да то есть она вот у тебя отдельно ну ты говоришь что у тебя есть красивая кара в гараже вот в принципе у тебя уже как бы такая полу кладовую . присутствует это зона хранения скажем наши посуды почему пользуются посуда какие-то приборы мелкая бытовая техника и и мы тоже размещаем шкафах каких лучше шкафах разместить ну стандартно да вот как мы привыкли как мы выросли в тарелке мы в родах открывали сейчас эти шкафы уже сдаю свои позиции в пользу выдвижник в принципе это чем это объясняется удобством пользования то есть получается я открыла и у меня вот так и тарелки да да ну то есть открывая верхний шкаф особенно когда мы моем посуду все течет по локтям не очень удобно так гораздо удобнее помыла сложила и также это удобно при когда ты разгружаешь посудомощную машину на месте перекинула и все хорошо очень сейчас популярна становится система скрытого хранения за кухонным фартука визуально ставлю картинку ты можешь отодвинуть кухонный фар и у тебя там уже находятся полочные да и ты можешь разместить и тарелочки и чашечки и какие-то вот вот она у тебя на стене все да очень классно очень удобно поэтому если позволяет кухня площадь кухни выдвинуть кухню где-то сантиметров минимум 20 до 30 чтобы были полноценные то я думаю что стоит этим фишкой воспользоваться да это очень классно зона мойки она у нас менее функционально что мы там размещаем мы можем разместить ту же самую сушку для посуды они строились они разные бывают то есть мы можем разместить как вообще будут примитивная это открытая сушка для посуды сейчас есть такая классная вещь это когда тоже кухня выдвинута и стоит такая решеточка по на стеночке уже монтирована ты ставишь туда тарелочки а там уже слив подключен к анализации и у тебя вся эта вода восходит то есть ну это вообще прям очень здорово очень удобно единственное что это именно временное то есть они высохли ты убрала чтобы они не стояли строчку так можем разместить сушку для овощей фруктов зелени я сейчас такие мойки когда задвигается . это у нас дополнительно рабочая поверхность то есть удобно при маленьких площадях под мойкой мы располагаем фильтр для воды измельчитель бытовых отходов и если то необходимо то можно еще разместить небольшой бойлер для нагрева воды мне в фейсбуке написал парень и сбросил фотографии потому что я не сразу поняла получается что в самой рабочей зоне есть такое отверстие с одной стороны удобно во первых у тебя вот что касается твоей кухни у тебя будет не настолько большая рабочая зона то есть делать там еще одну и работать скажем так продуктами на крышке мусорного бака что мы еще можем разместить мы можем в разном ящике который выдвигается ответ разместите мочу по звук ты можешь там развести губки какие-то там салфеточки да чтобы они не лежали на мойке а еще есть такая фишка как встроенные дозаторы двоющих средств то есть они врезаются в столешницу мой можно даже двое сделать один для посуды другой для вот и смотрится довольно такие классно эстетично то есть стоят эти дешевые пласть вагоны вот а все чисто аккуратно и красиво следующую функцию которой мы можем получить от нашей зоны мойки это мы в нижнем шкафу размещаем контейнер для мусора очень удобно опять-таки выдвижной шкаф то есть ты выдвинула у тебя в контейнер выехал и ты в него положила мусор то есть гораздо лучше мы открыли накланились и там трехочковый ведро бы попал не попал гораздо удобнее ну и сознательные домохозяйки хозяйки они уже используют контейнеры которые для сортировки мусора в принципе если мы используем измельчитель бытовых отходов то гораздо меньше он гораздо дольше собирается я собралась ставить этот измельчитель единственное что говорят когда он работает что надо укреплять саму рабочую зону потому что он вибрирует он вибрирует поэтому когда будешь покупать мойку точнее этот момент я это даже вырезать это подарок а дали на руками взрывы не смотрят если что выбирать черный главное черный выбирать она черная ну вот выбирать теперь измельчитель черный измельчитель черный измельчитель черный я по визуалу я же говорю готовить я не буду пусть все будет просто для инстафото это эстетическое наслаждение эстетическое наслаждение я буду утром приходить пить кофе и радоваться что у меня есть кухня вопрос еще был по поводу моек у окна красиво прикольно интересно но надо быть готовой к тому что окно будет просто чаще мульс брызги они никуда не денутся как бы ты аккуратно этим не пользовался даже если будешь ты аккуратно то у кого-то дети у кого-то мужья они моют так что до кухню мыть вместе с окном в принципе если хозяйку это не напрягает почаще протирать тряпочкой до салфеточкой то почему бы и нет единственный момент надо обязательно учесть что кран он не должен препятствовать полному открытию окон и роман тоже открывается на себя либо проектировать так чтобы открывать вот какой выход из этой ситуации есть краны которые они могут складываться они могут утапливаться и они могут как бы вытаскиваться и складываться в мойку мне кажется во первых затрат на такие грани и поэтому легче как бы предусмотреть как-то так чтобы за удовольствие надо платить до либо как-то смотреть да спланировать немножко сдвинуть чтобы ну тогда может картинка просто поломаться ты заходишь и как в экран не посередине уже свита симметрия ну вот выбираем как красиво сбита симметрия вроде бы как красиво было бы неплохо делать это все в один уровень с подоконником будут уже подоконник подгоняем чтобы было меньше швов меньше стыков потому что влага ну в форму био-био организмов не хочется разводить и обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия для обогрева воздуха теперь можно поговорить о рабочей зоне вообще что какие есть рабочая зона рабочая зона это есть наша зона предварительной обработки продуктов тут мы что должна перед первую очередь предусмотреть чтобы когда мы готовим у нас было все по-другому в основном это что разделочные доски ножи какие-то венчики миксер был по-другому фартука вкрыт миксер ну то есть тут в принципе все просто желательно чтобы зачастую нас рабочая зона располагается между мойкой и плитой выдержать вот этот минимальный минимальное расстояние допустимое особенно это газовая электрическая хотя бы 50 сантиметров хотя бы а там уже чем больше чем лучше до развернуться как бы сильно много ну да это же будет заходят все три полечка у нас растягивается а так все аккуратно а что касается материалов вот например если делать остров то с какого желательно материала но понятно дело что можно бетон сейчас это модно там гранит это дорого а если взять по функционалу по материалу чтобы это было и недорого но при этом эстетично и практично потому что я знаю что если натуральный камень и там химия разорвется то не только химия но и вино на мрамор да вино оставляют на мраморе пятна ну вот а вот что-то такое чтобы вот многие говорят кварц некоторые говорят что акрил девочки напишите в комментариях у кого рабочая зона с акрила и вообще у кого с какого материала свои какие-то впечатления кому нравится кому не нравится давайте об этом поговорим потому что мне надо выбирать значит по поводу длины ширины рабочие зона до минимально мы поговорили но еще надо учесть и другие параметры казалось бы вроде бы все понятно очень часто люди допускают такую ошибку при заказе кухни они не учитывали свой рост кстати вот и скажем так значит если ваш рост где-то метр шестьдесят то вполне комфортно будут работать на стандартных столешницах которую 85 сантиметров высотой если уже метр семьдесят то желательно уровень поднять ну где-то до 90 сантиметров вообще идеальная твоя высота твоей столешницы то есть ты стоишь локоть под прямым углом согнула и 15 сантиметров снизу вот это будет уровень твоей рабочей поверхности то есть тебе будет комфортно стоять и спокойно работать тебе не надо будет наклоняться и тебе не надо будет тянуться то есть ты не будешь вставать я больше здесь меня дети не смотрят я остров хотела для другой мне кажется там можно готовить чаще это уже надо смотреть на габариты партнера там навесных шкафов тоже зависит от роста это может быть от 45 сантиметров до ширина фартука ну и где-то до 70 можно зона приготовления пищи зона приготовления пищи это наша плита варочная поверхность это духовка это какая-то техника мультиварка может быть это аэрогриль какой-то либо электрогриль ну все 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 вот эти все девайси которые дать пользуются зоне приготовления желательно размещать поближе чтобы мы их могли поставить под вытяжку потому что порой запах до выделяется чтобы все радужком и в зоне хранения мы располагаем вот кастрюли сковородки противень и прихватки крышки то есть когда ты готовишь у тебя это все было под рукой венчики и лопаточки в принципе всего что как бы на местной кухне должно быть под рукой ранее в моем случае будет все под ногами это очень удобно что-то будет под ногами что-то будет на уровне ну судя просто от нашей растворе я хоть начинаю понимать где у меня должно что быть даже до этого я вообще терялась как раз представишь остров представишь что люди будут располагаться будет проще давайте теперь поговорим по поводу маленьких кухонь потому что такой запрос был в instagram маленькая кухня вообще там девочка написал то есть как уместить кухню в пяти квадратных метров 5 квадратных метров сложно но возможно если от меня ждут какой-то готового решения готовой планировки я не смогу дать сейчас почему отвечу до кухни они разные вернее кухни они практически все одинаковые маленькие они типовые а мы разные да и поэтому чтобы понять какая кухня лично вам вам нужно я должна понимать сколько человек проживает квартире какой у них образ жизни какой у них возраст состояние здоровья они готовы как часто что они готовят понимаешь кто-то может готовить пельмени и вареники и котлеты до 1 2 и компот а кто-то ограничится свежим салатиком либо яичницей то есть ему до или вообще используются услугами доставки еды кухни не надо поэтому мне надо задать меня получить ответы на множество своих вопросов чтобы я уже сказала что вам конкретно надо вот но в принципе зная уже вот вот эти моменты до относительно функциональных зон я думаю что глядя на свою кухню уже можно это все по полочкам разложить в прямом смысле слова и единственно что чем меньше площадь тем жестче надо сделать отбор определиться что у вас приоритете что более второстепенно а чего вы можете отказаться что вам жизненно необходимо можно же переносить например да там обеденную зону в такое место для того чтобы вылечить кухню вообще если при маленькой кухне есть такая возможность совместить ее с той же самой гостиной еще можно совмещать с коридором чтобы хотя бы как-то расширить это пространство то стоит этим воспользоваться есть такие дома до типовые у нас к сожалению которые панельные и там вот эти панели никак не сдвинешь маленькая кухня вот как она есть и вот она есть все поэтому только грамотное планирование расчета рассчитывать продумывать прикидывать если вы это делаете самостоятельно в некоторых вещах потому что я делаю самостоятельно например ванну потому что я потерялась пол положила одного как бы планировала одно положила по-другому и все у меня рассыпалась моя картинка я не смогла лица и мне дизайн и помог мы в принципе даже не делись просто по вайдеру я сказала что я хочу набросала картины которые мне нравятся где что будет до далее план и все она не сразу бросила несколько вариантов это очень хорошо да помимо уже вот этого этапа когда мы подбираем материалы очень много вопросов которые касаются технической части то что где лучше разместить чтобы это было правильно соблюсти эргономику можно конечно самостоятельно сидеть тереться в интернете получать какую-то информацию методом группы ошибок мы чуть-чуть переместились и сейчас поговорим о кухнях 12 5 мне девочка в instagram спросила говорит 12 с половиной метров какая кухня может быть нас половина метра это вполне нормально хорошая кухня для семьи из двух четырех человек отлично единственное что как есть делать опять таки зависит все от ее потребности ее семьи вообще я считаю что самый оптимальный вариант вариант это линейная кухня это когда она она прямая вдоль одной стеночки во первых легко удобно соблюсти треугольник но нас тут в линию до холодильник мойка плита и на противоположной стене мы размещаем обеденную зону а если сделать эту кухню еще под потолок многоярусную с антресолями достаточно получается место для хранения вот она хорошо эстетично смотреться и я не вижу проблем здесь можно разместить на этой площади г-образную кухню п-образную кухню кухню с барной стойкой кухню с полуострова можно даже диван туда поставить опять-таки как живет заказчик сколько их живет если он живет один если они живут вдвоем пенсионер либо это молодежь то есть ну вариантов много надо смотреть еще есть вопросы от подписчиков но и меня интересует это тенденции новомодных кухонь но основная тенденция сейчас у нас идет объединение пространства мы да мы из мы соединяем гостиную с кухней кухне мы уже не прячем за семью замками как раньше да она там сидит бедная как золушка вот а уходит можно сказать так на бал во всей своей красе и она уже не кричит о том что она кухня она пытается раствориться вот в неприватной зоны зоне гостиной комнаты и сейчас кухне уже научились прятаться когда кухня выполнила свою функцию ее можно закрыть есть разная система либо вертикальные шторы такие допускаются либо вернее горизонтальные либо вертикальные ширмы и либо она вся закрывается либо закрывается только вот это вот участок рабочей зоны и она становится ровненькой гладенькой ничем неприметно очень удобно я считаю это очень грандиозное открытие хорошо а если взять какие-то материалы по материалам сейчас популярные все фасады которые имитируют натуральные материалы то есть это под камень бетона под дерево под металл сам материал то есть тут уже зависит от от бюджета конечно да ну а так чтобы это выглядело хорошо красиво не будет дорого а ну вот именно качественно да но при этом чтобы это было недорого это какой материал начинаем с мдф ну опять таки что мы хотим мдф может быть крашеный может быть шпанированный с пластиком тут уже надо приходить в салон трогать смотреть и получать консультацию менеджера вот который конкретно специализируется в этой узкой сфере вот мне девочка писала что говорит и ни в коем случае чтобы не не было ндф или какие какие бывают кухни я считаю не сталкивалась без когда наверное без пндф чтобы не было в пленке чтобы обязательно был крашеный но тут может быть хорошая пленка и плохая покраска и наоборот и наоборот но крашеный мдф он однозначно подвергается сколам краска вот пленка если она качественно на прослужит долго у меня кухня еще с 2002 года в доме 20 лет и это был первый мдф который еще польский до сих пор цены даже на посудомойке где влага температура у нас функции поэтому да и качество и от качества все зависит а если например делать у меня вот зона которая будет спрятана как на канале встроена да вот получается взять если взять мою как бы встроенную зону она из мдф должна быть может быть из ндф может быть из дсп 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 дешевле чем он здесь но вот диван можно заменить кухню ты просто так не заменишь мне кажется это можно заменить но все равно мне кажется кухню если делать то делать и его живут сразу на много много лет чтобы она тебе не надоедала чтобы она тебе нравилось вот поэтому мне кажется лучше мдф конечно а вот столешница уже нельзя ты не знаю почему мне кажется что мдф это не столешница она и не будет из мдф многие говорят так можно удешевить так же мне нужно удешевить сделать мдф но я понимаю что ну как бы имея дом который я хотела и даже я буду понимать что у меня столешница с мдф но как-то я ночью будет плохо спать теперь можно делать тонкую хорошую модную стильную поэтому а из мдф а ты тоненькую столешницу не сделаешь а если тебя будет еще белая столешница с черной кромочкой просто не ушли знаете как мода меняется типа проходит три года и кухня уже не актуально это такая блин она не занес только денег отдал вообще я у тебя кухню значит вижу фасады под какой-то камень бетон система хранения темная темно-серая они как раз будут в контрасте своими вот светлости серыми стенами и вот остров ты хотела белый до него можно сделать белые и графические вы черные ручки черная столешница а вот если например братья там стекло потому что сейчас я обращаю тоже внимание когда смотрела что наоборот открывает сейчас то что раньше прятали сейчас открывается и что было видно графин и бокалы и все это на стеклом и стекло может быть разного цвета да сейчас один из трендов вообще открытые полки и вставки но я думаю что этот тренд он длина не продержится то потому что прежде всего этого непрактично это пыль и плюс надо поддерживать идеальный порядок то есть если ты поставила вот бокалы какие-то там может быть это декор стоит там должны стоять только бокалы и только декор то есть что-то начиная что-то добавлять она захламляется и теряется в этой были вот эти сервии сервизы сервизы которые родители доставали раз в год в лучшем случае потому что это что-то очень дорогое какое-то когда бы чехословацкая я помню да и бокалы с христаля рыбки рыбки серванты да и христаль да ну сейчас кому нравится кто хочет стулья возвращая серванты да кстати не возвращаются и следующий тренд он как бы немножко компенсирует открытые полки то есть прозрачные фасады их можно сделать из прозрачного стекла то есть они же ну первое что они они уже открыли защищают слава богу вот но все равно они прозрачные мы видим что там находится вот можно сделать тонированная стекла очень красиво рифленая стекла плюс еще если мы там делаем подсветочку то она конечно очень классно смотрится но и это прям вот для таких аккуратистов которые могут поддерживать порядок по стилям наверное не будем проходить это что это будет очень долго потому что сейчас очень много разных они такие разнообразные что ты просто теряешься какие-то там совмещенные есть ну я единственный вот все-таки скажу тебе за один стиль который только-только набирает обороты это не у memphis он такой легкий динамичный для многих он еще не привычен но его округлые формы его такие приглушенные тона они очень здорово смотрятся и вот это вот плита которая с такими краплениями называется натираться она может быть как натурального происхождения так и искусственно вот разной фракции вот эти камушки разные цвета и вот когда ты ее используешь это получается ну прям конфетки кухню то есть надо потихонечку привыкать идти много со временем для модно-модности у тебя уже у тебя тут свой стиль уже до родился я его хотела я его придерживать причем хотела вообще для минимализм минимализм но поняла что я хочу добавить хай-тека почему мы прошлись по столешнице хочу сказать за фартук фартук сейчас должен быть максимально нейтральный раньше его выделяем раньше его выделяли то есть мы сейчас уже забываем с вами про патч-ворк вот эту плиточку мы забываем про кирпичики то есть в разных интерпретациях там кладка кабанчиком кладка елочкой это все уже остается вчера это непрактично это непрактично на вашего и забивается надо это все мы да 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 и вот сейчас вот я сказала затираться очень популярный она идет монолитом но она такой веселенько относительно стиля ну или опять таки имитация камня бетона металла дерево очень важный момент если вы хотите быть в тренде в первую очередь это очень практично отсутствует плинтус как а вот так столешница фартук подходит к столешнице да затирочкой оксиды затирается у тебя ровненько гладенько не ничего не выбирает ничего не самое интересное то не развиваются всякие бактерии которые обычная новая форма жизни а вот не разводится хорошо новая форма жизни инопланетяне еще по фасадам ручки но говорят что сейчас актуально чтобы ручки были или какие-то такие звездорунками такие вот ну так стилю или вообще отсутствовали да то есть или так или так ну если это классика возьмем даже больше не прям такую махровую классику а городская классика вот и называть не у классика современная классика рамочные фасады прямые ну максимально тоже простые они должны быть не думаю что туда без уронов если привет им а ну как-то украсит хороший качественный материал мельчат латунь вот вот это да потому что в принципе мне кажется кухня может быть самая простая но вот эти вот маленькие детали они как раз и сыграют конечно конечно это как аксессуары если мы возьмем очень популярный вот в прошлом году был цвет на и вида вот такой глубокий синий вот темно-синие фасады если это будет такой светлый неактивный мрамор кухня и латунные ручки желтые то это будет прям очень очень благородно смотреться и красиво у тебя зеленый да возможно зеленый на зеленый актуален сейчас цвета года понтон уже огласил это желтый и серый вот так как у нас сейчас минимализм кухня должна быть какая у нас максимально лаконично минимализме и с простыми формами поэтому ручки прячутся они могут быть врезные разной формы вот либо это механизма уж touch вот эти вот его пушинок вот ну опять таки определиться какая ручка подойдет именно вам надо прийти в салон и все попробовать еще один вопрос который меня интересует и подписчики я думаю тоже это самые удобные шкафы какие они хороший вопрос потому что сейчас тренде функциональность и эргономичность если мы посмотрим на весь ассортимент шкафов то мы можем выбрать такие моменты то есть самое эргономичные шкафы это шкаф-колона пиналда твоя система хранения оптимальная высота его то есть чтобы ты на вытянутую руку могла бы дотянуться до нужного предмета второй момент это выдвижные шкафы нижние чем они удобно они удобно и тем что мы их можем с помощью там ручки быстренько вылет фурнитура само качество до фурнитуры они легко открываются их можно закрыть легким движение ноги грациозно опять таки да мы их выдвигаем мы видим полностью наполнение мы без труда добираемся к нужному нам предмету и третий момент это полоска шкафов верхних навесных которые высотой 50 60 сантиметров то есть это тоже то что ты открываешь ты видишь и ты можешь к этому без проблем дотянуться это самое самое такое вот моменты и остров это он является скажем так самым функциональным вот таким легко доступны леску легко доступным да все скажем так топовые модели кухонь они проектируются с островом то есть остров у нас мы уже знаем функция и остров у нас совмещает сразу и систему хранения и систему мойки и систем господи функцию приготовления пищи обработки а также еще добавляется функция приемом из пищи до очень удобно да это все под рукой у тебя может быть но остров где мы можем его разместить мы его размещаем либо в загородных домах если позволяет на площадь либо в квартирах премиального класса где кухня превышает 25 квадратных метров так сейчас же делать перепланировки совмещают и должна быть отдельная обеденная зона то есть остров не заменяет на полноценной обеденной зоны это только перекус ну и да принципе если есть квартиры где газ то там не всегда можно до совместить к сожалению откажемся от газа но опять же там куча документов надо это все же согласование ну тоже смотрят по проекту хотя опять таки старых домах кухня она не такая большая старых планировках сейчас уже новостройка уже проектируют и опять-таки чем выше там же уже газа нет все возможно я еще интересует вопрос что касается освещения потому что у меня будет свет по всему периметру но я хочу еще надо островом тоже разместить там специальные висячие 3 сети как вообще не только в моем случае вообще как подружиться со светом что все было красиво со светом мы начинаем дружить тогда когда мы уже спланировали кухню так вот когда мы уже знаем где расположены все наши зоны основные и только тогда мы уже проектируем свет освещение она делится тоже на виды есть основное освещение это то что заливает нашу комнату ровным светом мы используем что встраиваемые светильники либо накладные светильники либо если требует цветовой сценарий да нам что-то подсветить акцентик такой сделать это могут быть река в и направляющие следующее освещение у нас функциональная то есть мы должны подсветить свою рабочую зону в твоем случае это будут подвесы в кухнях которые с навесными шкафами мы делаем освещение внизу подвесных это может быть светодиодная лента спрятанная в короб это могут быть накладные светильники с рассеивателем ну и встраиваемые тоже кухонные светильники что можно что надо учесть что если у вас глянцевая поверхность преобладает до либо факту клуба столешница то рассеиватель надо использовать чтобы не было вот этих жестких бликов если матовая поверхность то можно печь кстати я опустила момент я сначала хотела чуть-чуть вернусь сначала хотела глянцевую кухню но потом в какой-то момент я решила что нет глянец в гостиной он вообще как-то не будет хорошо играть я подумала что я хочу матовую тушь тренде до матовые поверхности сейчас и 3 до мама которая девушка матовые поверхности вот мы говорили до штуками бетон но опять-таки глянец это но это не глянец металл это уже немножко другое вот можешь выбирать все что угодно но глянец как бы отказываться от него не стоит да он имеет место быть особенно маленьких кухнях когда мы работаем маленькой кухне методу проектируемая маленькую кухню мы должны выбирать максимально светлые холодные оттенки которые отражают свет мы должны визуально это расширить это пространство и глянец он как бы нам еще идет в помощь при маленьких у тебя площадь здесь позволяет у тебя свечена здесь хорошая поэтому ты смело можешь использовать матовые фасады возвращаемся к свету так рабочую поверхность мы подсветили теперь мы должны подсветить с вами обеденную зону вот обеденная зона либо фарту а нет я забыла такой важный момент рабочая зона мы поговорили со шкафами а мы не поговорили когда нет верхних шкафов вот есть же кухни линейные вернее в один ярус если позволяет площадь да это тоже очень классно смотрится интересно здесь мы тоже делаем либо подвеса либо бра настенная и высота ну это касается и острова и рабочие зоны без верхней шкафу высота подвеса должна быть около 80 сантиметров от над уровнем столешницы это выдержать опять-таки смотрим относительно рассеивателей нужно или не нужны желательно теплый свет да очень хороший вопрос ты правильно задала свет должен быть теплым смотрим на упаковке ищем цифры где-то 2 300 до 3000 кельвина это наша температура света это как раз самая оптимальная до 3000 если мы выбираем это будет такой теплый согревающий комфортный свет и еще есть такой момент как индекс цветопередача обозначается бы по миссии а ой что он значит это как искусственное освещение будет влиять на цвет предметов чем выше этот индекс тем минимальны будут искажения цвета то есть если мы допустим выбрали фасады кухни какого-то интересного оттенка и вкрутили вот несоответствующую лампу и вот этот свет вот этот свет он съел цвет и получает уже это уже не то и уже обидно а дело всего лишь лампочки да поэтому надо обязательно обращать внимание вот я табличку прикрепила с показателями смотрим и запоминаю обеденная зона за обеденной зоны нам должно быть светло красиво интимно вот свет должен красиво освещать нам красиво сервированный стол вызывать аппетит еду он не должен нам слепить глаза поэтому мы выбираем светильники которые будут как торширами направлены вниз которые закрывают источник источник света опять таки если глянцевая поверхность стала желательно использовать рассеятельстве если мы сделаем светильник с открытым источником света напрямую какие-то стеклянные шары будет немножко не тот эффект и будет свет видит глаза то есть вызывать дискомфорт поэтому над островом пообедает стал спать поэтому над островом и над обеденной зоной мы выбираем вот такого плана светильники и еще есть как бы дополнительная функциональная подсветка либо декоративная подсветка мы уже используем либо в открытый шкафа тоже такой красивый подсвечен да она интереса задает настроение ею можно еще что сделать подсветить очень красиво и тоже функционально выдвижные ящики вот и можно еще цоколь подсветить получается такая парящая кухня да если получается подсветить остров внизу то получится как будто бы он висит да парит парит да очень красиво а что касается например розеток потому что это же важно конечно конечно розетки очень важно розетки мы проектируем планируем уже тоже когда у нас уже кухня готова когда мы знаем где и какие какая бытовая техника у нас будет располагаться мы уже знаем что мы будем туда включать и как часто значит над рабочей поверхностью над рабочей зоной где-то на высоте 10-15 сантиметров мы располагаем несколько блоков розеток по 2 по 3 штуки но опять таки все зависит от масштаба розетки для встраиваемой техники лучше всего располагать соседних шкафчиков выпиливая заднюю стеночку вот это может быть кому-то такой вариант не очень нравится но это самый оптимальный вариант мы можем получить быстрый доступ выдвинуть шкафы и отключить достать эту вилку очень часто рекомендуют я вижу размещать в цоколе тут такой спорный вопрос кто-то говорит что это неправильно потому что может затопить но тут насколько может затопить то есть до уровня розеток это я не представляю но даже если затопило немного просто мокрые полы то вам надо лечь на пол добраться до этой розетки тоже не самый уж мокрый и плюс еще мокрыми руками трогать эту розетку то есть рекомендация соседних шкафчиках с выпиливая стеночка а вот я планирую сделать розетки на острове прям которые прячутся плавающие да и разные блоки есть вертикальная да 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 ну вполне ну то есть это все конечно конечно момент что на практике но опять таки зависит и последний на просто что видео и так длинная надеюсь что вам нравится кстати пишите в комментариях ставьте пальчики вверх чтобы было продолжение как самостоятельно спранировать кухню если например человек не хочет обращаться к дизайнеру или у него нет средства вот как это сделать самостоятельно брать и делать брать и делать да очень просто смотрите значит функции кухни я надеюсь я доступно рассказала вы поняли что это такое да что книга хранится что мы делаем мы открываем все дверцы наши существующие кухни и пристальным взглядом оцениваем все содержимое я туда идти не вместе пойдем вот оцениваем смотрим и для себя отмечаем что нам нравится что нам не нравится чтобы мы хотели добавить чтобы мы хотели убрать от чего мы готовы отказаться от чего ни в коем случае вот то есть мы для себя отмечаем вот эти все моменты пытаемся определиться далее мы вот особенно если маленькая кухня да как я говорила мы заходим google pinterest забиваем поисковик кухня 5 квадратных метров до выдает множество вариантов планировок вот мы смотрим именно планировки и мы берем вот эти готовые шаблончики и пытаемся примерить на свою кухню что мы делаем мы берем блокнот мы видим какие шкафчики у нас есть мы знаем уже как мы какие функции они могут выполнять и прямо блокноте мы делаем такие вот не то что зарисовки мы пишем что мы положим в каждый ящик вот мы видим сколько у нас вот этого вот все непосильно нажито трудом хранится в этом ящике да сколько у нас кастрюле сколько у нас тарелок сколько у нас хранится консервации допустим да что там может быть вот и мы тоже можем прикинуть какие шкафчики на сталь мы это все записано в блокноте потом мы либо ну проигрываем до сценарий на кухне становятся долг как мы вначале с тобой прикидывали что вот я взяла здесь там я готовлю борщ да здесь этого лучок здесь я достала морковку а здесь я открыла холодильника здесь я подарила здесь я помыла вот точно также мы как бы проиграли это все и смотрим удобно неудобно и потом если вы владеете вот какой-то программа чертежной можно это сделать в программе если более-менее дружить из компьютера могу посоветовать такие примитивные онлайн программы как ремпланер и очень хороший конструктор мебели на сайте икеа да там нужно моделировать 2d и 3d то ты сразу стали шкафчики там можно даже дверцы открыть посмотреть чтобы они не пересекались не мешали друг другу там даже по моему если что-то некорректно стоит она тебе выдает ошибку с очень удобно ну как бы если человек дружит компьютером он за полчаса у нас вот эту программу начертит план своей кухни и будет эти шкафчики подставлять если нет такой возможности ну старый проверенный метод берем листок в клеточку и в масштабе одна клеточка 10 сантиметров мы рисуем вам комнаты обязательно учитывая батареи коммуникации да то есть вот воды канализация газ вентиляция вот и вырезаем наши шкафчики тоже масштабе и потом мы можем двигать моечку поближе к воде и канализация плиту поближе газу там вентиляция вот и мы просто не представляет то есть мы уже видим как она будет занимать в объеме кухню учитываем все экономические нормы кстати в начале чуть-чуть поговорили но в принципе долго они разговаривать нет смысла опять-таки сделаю отсылку на google забиваем эргономика кухни и вот эти все данные параметры вот то что вам надо вы всегда найдете все проходы высоты все размеры отлично спасибо больше пишите в комментариях ваши вопросы валя дружит компьютер если будет вопрос ко мне тоже с удовольствием отвечу поэтому всем пока и ждем ваших комментариях пока